Охуеть не встать этому говну про придурков и блитсбол, даже теперь эмулятор не нужен, можешь так его играть, да? И перевод не сделан, то есть второй части, только оригинальные десятка, да? Вот, только оригинальные, там написано там внизу, это хатап перепаковал кое-как, там написано, да? Вот где-то здесь, да, от кодекса, так, ничего не вырезано, не перекодировано. Так, русификатор для Final Fantasy X, включайте перевод игровых настроек, трофеев, а также дополнительные эпизоды. Да, вот даже титры не перевели, да, и настройки, да, вот что-то сложности, значит, были с интерфейсами, да? Вот если мне Assassin's Creed не зайдёт, то я буду вот в эту играть, да, штуку, потому что я Assassin's Creed накачал себе, наставил, но у меня там на высоких-то должен пойти этот Assassin's Creed, да? А не играл я никогда, и я думаю, что это говно какое-то Assassin's Creed. Но это тоже говно какое-то, да, но это известное анимешное говно, и понятно, что там делать-то надо. А там мне геймплей, может, не понравится, какой-нибудь Assassin's Creed, например, мне геймплей, может, не понравится, нифига. Я офигею тогда, да? А вот это нормально, ничего, ничего, буду ещё раз пытаться, а то я с эмулятором пытался, а она там крышится, да, монстр такой вырезает, да, с этими, крутится, да, робот такой, да, а перевод пиратский из 2000-х, она просто крашится нафиг на этом месте, да, из-за перевода. Там написано, как пройти, типа, качайте ещё английскую версию где-то с иностранных сайтов, потом проходите с неё, да, следите, чтобы номер диска совпадал, проходите с неё, и после тогда вы будете там дальше, вы сможете продвинуться чуть-чуть немножко. Но это меня не устроило, конечно, ни капельки. Вот. Вот, так что я надеюсь, тут она не крышнется, и всё будет нормально у меня, наконец, с этой игрой, с многострадальной. Это хит времени, да, когда я особо заигрывался, да, где-то года до 2004-го это хит просто был. Вот, на PlayStation 2 пока, да, они вышли на San Andreas, которые тоже блевотины, но получше чуть-чуть. Нельзя сказать, что получше вообще, там, сюжет про негров это не то, а тут хоть... Хотя Blitzball тут нафиг, но надо тоже. Да, GTA всё-таки получше, и все пришли с San Andreas играть, только приставку ради San Andreas покупали, и всё. Вот, и не страдали нифига, там, говне зависающим, да. Не знаю, как они проходили, сейчас можно скачать диск, да, пройти там, заморочиться с эмулятором. Или вот этого скачать, да, вот этот образ свежайший. То есть они перевыпускают игру через тысячу лет прошло, да. 16 лет, и вот патчи выпускают даже. Ну, в 2018 году, вот. То есть они перевыпускают игры, да, наживаются, пытаются наживаться, кое-как, ничего, чтобы не терялось, ничего нового придумать не могут. Хорошо, из современных игр только Blitzball тут погадый выкинули, нафиг, нафиг ей вообще нужен-то был-то Blitzball. Кому оно надо, Blitzball играть в этот, то есть, да. В шаре под водой плаваешь, офигеваешь, вот. Вот, да. Так что посмотрим, Assassin's Creed и потом эту хероту, да. Вот, Blitzball и дебилов смотреть. Гораздо лучше, наверное, будет, да. Чем я заморачиваюсь сейчас, как-то Assassin's Creed, я вообще не уверен. Нет, хорошая игра, но на любителя, как и эта, так и Assassin's Creed. Никому она не нравится, то есть, не должна, да. Мне нравится вот эта про Татай, Assassin's Creed, да, вот эта. GTA-подобная хрень, вообще мне не нравится никогда. GTA вообще сюжета нет, по-моему, как одна, да, чё там. Гробим бан, там, все продают, надо всех грохнуть по денегу, да. И остаться одному с братом, да, это самое. И то брат надо, на котором грохнуть, да. Вот, офигеваем просто, да, сюжет, да. Конечно, тоже офигеваем. Ну, от перевода в основном. Надеюсь, все будет хорошо, и с переводом тут повезет. А то реально играть не во что, да. Вот. Вот такие вот дела, господа.